Несмотря на холодную погоду, тысячи тверичан вышли на улицы городов Верхневолжья, чтобы принять участие в торжествах по случаю 79-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Традиционно наиболее масштабными они стали в городах воинской славы Твери и Ржеве. И там и там работали наши съемочные группы. Роман Быков продолжит. Ржев. Это имя особняком стоит в истории Великой Отечественной войны. Именно за этот город шли многомечные, ожесточенные, кровопролитные бои. Этот город освободить было делом чести для Красной Армии. И она успешно с этой задачей справилась. Именно этот город первым в нашей области получил звание города воинской славы. И, естественно, первое прохождение войск состоялось именно здесь. Впрочем, стартовали торжественные мероприятия возле мемориала советскому солдату. Там состоялись возложения цветов. Прошла минута молчания. Среди тех, кто принял участие в церемонии, были ветераны СВО, губернатор Игорь Руденя, сенатор Людмила Скаковская, депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков и епископ Ржевский Торопский Адриан, а также руководители региональных подразделений федеральных ведомств, представители общественности. Далее торжественные мероприятия переместились непосредственно в Оржев. Несмотря на непомайский холодную погоду, горожане заполнили центральные улицы, отмечая, что для них это действительно особенный праздник, учитывая роль города в истории Великой Отечественной войны. Что для вас, как для ржеветян, именно для жителей этого города, знаменитого День Победы? Память. Самая главная память, что не забываем отцов и дедов. В основном дедов, как для нас пока. Самый великий праздник. Со слезами на глазах. Это очень трогательно. Память, гордость о своих близких, о предках тех, которые за нас воевали, за свободу нашу, за мирное небо. Сюда приезжал Сталин ещё. У хорошего есть музей. Это домик, в котором был Сталин. Выступая перед собравшимися, губернатор Игорь Рудене напомнил о мужестве бойцов Красной Армии, которые сражались за ржев. Кроме того, глава региона отметил созвучность нынешних событий и Великой Отечественной войны. Против нашей страны бывали представители практически всех покорённых европейских стран. И сегодня мы видим аналогичное повторение исторических событий. Мы полностью уверены, что, как и 79 лет назад, нацизм будет разгромлен и победа будет за нами. Центральным событием празднования традиционно стало прохождение войск городского гарнизона. Перед земляками торжественно промаршировали военнослужащие 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза, маршал авиации Александра Покрышкина. Парадные расчёты Академии Государственной противопожарной службы МЧС. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. А кроме того, кадеты и юноармейцы. Сегодня, в этот торжественный день, на трибунах Советской площади присутствуют участники специальной военной операции. Официальные мероприятия завершились церемонией возложения цветов к мемориалу город воинской славы и обелиску героям Великой Отечественной войны на Соборной горе, а также к Вечному огню. Великой Отечественной помощи Великой Отечественной войны